Торжественный развод сил спасения утром 27 декабря в Новосибирске – давняя традиция. Итоги уходящего года в этот день не подводят, но вот награды отличившимся пожарным и спасателям вручают. Начальник Королла Андрей Пинчук в государственную награду Российской Федерации медаль «За спасение погибавших» получил за спасение маленьких детей из пожара, который случился в Новосибирске на улице Троллейной. Боевому подразделению МЧС пришлось непросто. Это хорошо видно на записи. «Приняли решение спасти детей по автолее, установили ее в окно пятого этажа, ну и вытащили троих ребятишек, передали скорую помощь. Они на балконе были, да? Да, они были на балконе. Там 6, 7 и 8 лет дети были. Глаза у них сильно напуганные были? Как они себя чувствовали, как выглядели? Ну, поначалу чисто говорили, что они еще стояли и просили помощи на балконе. Когда мы приехали, мы уже никого не видели, дыма было много. Но они уже в уголке лежали втроем». К счастью, благодаря оперативным действиям пожарных спасателей, все дети остались живы, как и сотни других сибиряков, попавших в опасную ситуацию. «Результатом текущего года является 708 спасенных жизней жителей Новосибирска, гостей нашей области. Это замечательный результат, результат слаженной работы подразделений. Не зря на первой каланче в городе Новониколаевске была надпись, девиз «Один за всех и все за одного». Уважаемые коллеги, я горжусь, что нахожусь с вами в одном ряду. Я горжусь, что нахожусь сегодня и имею честь поздравить вас с этим замечательным праздником». Глава региона Андрей Травников также оценил работу спасательных подразделений в непростом уходящем 2022 году. «На итоговом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Новосибирской области мы отметили хорошую работу всех спасательных формирований нашего региона в 2022 году. Это выражалось в хорошей подготовке для нивелирования возможных рисков природного характера, большой профилактической работы, оперативном и надежном реагировании на различные инциденты и чрезвычайной ситуации». Прислала свое поздравление прямо с борта Международной космической станции и космонавт Анна Кикина. «Уважаемые спасатели, я желаю вам стойкости духа, благодарности и справедливой оплаты труда. Пусть фортуна будет с вами, силы приумножаются, растет уровень образованности населения в части безопасности и оказания первой помощи. Пусть ваши сердца пылают жаром, как и прежде». «Мы присоединяемся ко всем словам поздравлений в адрес пожарных, спасателей, добровольцев и волонтеров в этом непростом деле. Хорошо, что наш гарнизон готов к выполнению любых самых сложных задач, но лучше бы их было поменьше». Спасибо.